Золотое сечение присутствует в строении всех кристаллов, но большинство кристаллов микроскопически малы, так что мы не можем разглядеть их невооруженным глазом. Однако снежинки, также представляющие собой водные кристаллы, вполне доступны нашему взору. Все изысканные красоты фигуры, которые образуют снежинки, все оси окружности и геометрические фигуры в снежинках, также всегда без исключения построены по совершенно четкой формуле золотого сечения. Золотое сечение в физике. Последовательность чисел Фибоначчи и формула золотого сечения непосредственным образом затрагивает и сферу физики и физических законов. Представим две соприкоснувшиеся между собой стеклянные пластины. Теперь направим на них луч света. Часть луча пройдет сквозь стекло, другая часть поглотится, оставшаяся же часть отразится от стекла. Произойдет явление множественного отражения. Количество путей, которые проходят луч внутри стекла, прежде чем пройти и выйти сквозь стекло, зависит от количества лучей, которые не прошли сквозь стекло, а подверглись отражению. Если подсчитать количество лучей, отразившихся от стекла и прошедших сквозь него, то опять же мы получим последовательность чисел Фибоначчи в соотношении единицы,